Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели! Мы в прямом эфире. Это передача «Якутск. Сегодня». Режиссёры Мария Сунхолырова и Николай Слепцов. Сегодня в студии редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте! В нашей сегодняшней передаче. Обучение детей с инвалидностью на дому. Эта система работы учителей давно практикуется в Якутии. И вот уже во второй раз проводится республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитель особой заботы. Вот подробнее прямо сейчас и здесь. Но вначале я представлю наших участников передачи. Это начальник учебно-воспитательного отдела Института новых технологий Республики Саха-Якутия Наталья Александровна Ачурова. Здравствуйте! Добрый день! Педагог-психолог этого же института Туяра Николаевна Семёнова. Здравствуйте! Здравствуйте! Учитель индивидуального обучения специальная коррекционная общеобразовательная школа номер 4 городского округа город Якутск Туяра Семёновна Макеева. Добрый день! Здравствуйте! Ну, прежде чем мы поговорим о предстоящем втором республиканском конкурсе, хотелось бы, чтобы участники нашей сегодняшней передачи, ну, а конкретно Наталья Александровна Ачурова, познакомила нас с Институтом новых технологий Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, чем занимается институт? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители! Наш институт — это учреждение с многогранными функциями на самом деле. Институт курирует вопросы цифровой трансформации в области образования в республике, ведет портал образовательных услуг. Здесь институт является оператором системы сетевой город образования, электронного журнала, дневника, и существует мобильное приложение для телефонов — это приложение NetSchool. Многие родители наверняка у нас пользуются таким. Также является оператором навигатора по доп. образованию и оператором системы Е-услуги образования. Это прием электронных заявлений для записей в детские сады и школы. Вот это то, что входит в операторство портала образовательных услуг. Кроме того, наш институт, ну, поскольку это учреждение дополнительного профессионального образования, наш институт осуществляет повышение квалификации педагогов по цифровым компетенциям. То есть это курсы для педагогов. Также ведет профессиональную переподготовку граждан по педагогическим направлениям. Если что, если кто-то желает записаться, телефон контактный учебно-методического отдела 435707. Одно из важных направлений работы нашего института — это дистанционное обучение детей с инвалидностью и со статусом ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Оно у нас осуществляется с 2009 года. И очень много детей у нас за эти годы уже обучилось. Много детей у нас обучается сейчас. И мы создаем условия для того, чтобы дети могли получать образование в дистанционной форме по всей республике. Уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, у нас работают телефоны прямого эфира 32-00-66 и 32-11-66. Если есть какие-то вопросы к участникам нашей сегодняшней телерадиопрограммы, то, пожалуйста, прямо сейчас звоните, задавайте их в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, Антон Александровна, а как строится вообще работа по дистанционному образованию детей инвалидов? В крайней части можно, пожалуйста. Ну, институт создает условия для дистанционного образования детей инвалидов и школ по месту жительства. Кроме того, наши педагоги, педагоги института, ведут дополнительное образование детей, которые участвуют в этом мероприятии. Здесь мы обучаем детей по программам естественно-научной, социально-педагогической, технической, художественной, физкультурно-спортивной направленностей. Кроме того, у нас каждый ребёнок охвачен психолого-педагогическим сопровождением. То есть помимо того, что ребёнок занимается на дистанционных кружках, ребёнок ещё получает психологическое сопровождение. Работу по профориентации ведут у нас специалисты психолого-педагогической службы. Вот как раз Туяра Николаевна представитель этой службы. Работа по дефектологическому сопровождению детей. У нас работает учитель-дефектолог, учителя-логопеды. Проводятся коррекционно-развивающие занятия. Кроме того, поскольку у нас дети обучаются из 32 муниципалитетов республики, из 32 муниципальных образований, у каждого УЛУСа, у каждого района есть свои кураторы. Кураторы – это как классные руководители детей. То есть у каждого куратора есть дети по УЛУСам. Так, Наталья Александровна, у нас телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос наших телезрителей, радиослушателей. Алло. Здравствуйте. А, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Я приветствую работников института, учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями и с инвалидностью. Это самые святые люди, я считаю. Спасибо. Учителя от Бога. Это какое терпение надо, какой профессионализм надо обладать, чтобы работать с такими детьми в особых условиях. Я приветствую вас и очень вас уважаю и люблю. А пользуясь случаем, я хочу вот… В Хангаласском УЛУСе у нас есть тоже такое же занятие, везде проводится, в третьей школе. Сослуженный учитель, я в республике Саха, Галакова Татьяна Михайловна. Вот. Она занимается вот с детьми здесь, в третьей школе, с инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями. Я хочу ее тоже, вот пользуясь вашим случаем, что уступал, слушал эту тему. Я очень люблю эту тему слушать. Какие новые технологии, как помочь нашим маленьким детям. Спасибо огромное. Да, спасибо вам. Спасибо. Так, пожалуйста, Наталья Александровна, а вот дети с какими нарушениями обучаются в дистанционном формате? Мы обучаем детей с различными нарушениями, вообще, ну, практически со всеми, да. У нас обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, с соматическими заболеваниями, генетическими заболеваниями, с множественными нарушениями развития, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, умственной отсталостью и многие другие. Большая часть наших детей – это дети, которые обучаются на домашнем обучении. Ну, обучаются дома как раз, да. Да. Своих школ они ждут преподавателей, педагогов. Учителя приходят, преподают им, да, свои предметы. И мы их охватываем, наших детей, дополнительным образованием по... Сколько детей сейчас обучается? У нас сейчас обучается 606 детей. И кроме того, что мы обучаем детей, мы еще ведем внеурочную деятельность. Это очень большой пласт нашей работы. Здесь мы проводим различные внутришкольные мероприятия, наши собственные, тоже все дистанционные. В год более 35 у нас мероприятий проходит. Организуем участие детей в республиканских, федеральных, международных конкурсах. Там тоже у нас охват очень большой. И кроме того, у нас проходит единственная, вот впервые появившаяся у нас в республике, в этом году в десятый раз прошла, научно-практическая конференция в дистанционном формате именно для наших обучающихся. Так, спасибо. Ну, институт является организатором уже второго республиканского конкурса, так? Да, верно. У нас институт проводит несколько республиканских конкурсов. И один из них, это вот второй республиканский конкурс для педагогов домашнего обучения. Так, Тувера Николаевна, вам слово тогда. Спасибо большое. О втором конкурсе республиканском, цели, задачи. Да, вот мы проводим уже второй республиканский конкурс, именно предназначенный для учителей, педагогов, те, которые обучают детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на дому. Вот хочется сказать о... Вообще, на что направлен этот конкурс? Конечно же, он направлен на распространение уникальных методик, уникальных форм, методов именно работы с детьми с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, это уникальная площадка для педагогов, которые могли вместе, сообща, решать, может быть, какие-то общие вопросы. Если говорить о сроках, то начинается... Да, мы уже начали приём заявок с 19 февраля по 21... По 17 марта. По 17 марта. Да, по 17 марта. Это первый этап конкурса. Ну и на первом этапе конкурса он проводится заочно. Пакет документов отправляется на нашу почту. И жюри оценивает и уже решает, кто попадёт в финал. Ну, кто может принять участие в вашем конкурсе? Ну и каким образом происходит отбор, конечно, в финал конкурса? Да. Значит, могут принять участие педагоги, те, которые осуществляют работу с детьми, которые обучаются на дому именно с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Это могут быть педагоги, которые обучают детей, которые находятся на длительном лечении. Это могут быть педагоги, которые обучают также детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью при помощи дистанционных форм обучения. Как отбираются? Ну вот, как я сказала, это вот первый этап у нас заочный. И после, когда участники отправляют пакет документов, оценивает жюри, и в первом этапе оценивается уникальная методика участника конкурса, который раскрывает свой уникальный стиль преподавания, обучения именно с такими ребятишками. А география участников конкурса? Ой, обширная, да. Если говорить про прошлый год, то свыше 12 улусов участвовали у нас, город Якутск, конечно же, да. 34 заявки у нас было. В общем, очень хорошо прошел у нас конкурс. И ожидаем, конечно же, и в этом году тоже участников в этом конкурсе. Ну, финал-то у вас пройдет в очной форме, да? Да, в очной форме проводится 29 марта, где будут два конкурсных испытания. Первый – это визитная карточка, где участник показывает, значит, раскрывает свои уникальные, профессиональные, личные качества. Ну, и второй – это педагогический мастер-класс, где, естественно, он рассказывает о своем опыте. Ну, конечно, есть надежда, что все-таки все финалисты приедут. Успеют? Вот. Если говорить... Наверное, есть какие-то, да? Да, есть нюансы, конечно, да. Потому что не все могут приехать в связи с высокими тарифами, да, авиаперелета, может быть. Поэтому для этого мы предлагаем участие через Яндекс.Телемост и через Сферу. Это тоже возможно. Ага. Но вообще, что дает участие педагогам в этом конкурсе? Ну, вот что дает, конечно же, это общение. Потому что таких вот конкурсов, как данный наш, который вот и проводим мы с Министерством образования и науки Республики Сахада, мы делаем акцент именно на педагога, учителя, который обучает детей на дому. И именно детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Да, ну, мне кажется, что это впервые у нас в Республике, да, что вот педагогам обратили внимание с теми, кто конкретно занимается вот с детьми с инвалидностью, да? Да, да, совершенно верно. На дому, это совершенно, да, потому что конкурсов очень много, а именно вот педагоги на дому, они остаются как бойцы невидимого фронта. Да, конечно. Вот, ну, если, конечно, вот спросить вас о победителях первого конкурса, вот, учитель особой заботы, может быть, назовете кого-нибудь? Да, конечно, я назову, у нас замечательные победительницы, я вот озвучу их имена. А конкурс проходил, напомним, в прошлом году. В прошлом году, да. Первый конкурс. Первый конкурс на базе нашего института. Победителем стала Анна Ильинична Никитина, это учитель начальных классов Ягольжинской среднеобразовательной школы Нюргинского района. Второе место у нас заняла Маргарита Васильевна Кондакова, она тоже учитель начальных классов из города Среднеколымска. Ну, и третье место у Марии Николаевны Лугиновой. Это педагог дополнительного образования Центра детского творчества Верхневилюйского улуса. Замечательный. Ну, да, вот у нас сегодня в студии здесь тоже есть, в общем-то, участник того первого, да, финалистка первого республиканского конкурса, вот, Туяра Семеновна Макеева. А что вас подвигло принять тогда участие год назад? Ну, год назад это был первый опыт проведения подобного рота конкурса, а всё было очень в новинку. До этого выступала на различных научно-практических конференциях с докладом, семинарах, практикумах и для учителей домашнего обучения. Ну, в общем-то, это что-то даёт, наверное, вот, как сказала, вот, да что вы эти общения, наверное, что-то ещё самое. Да, вот, проведение таких конкурсов даёт нам, учителям домашнего обучения, очень радует, даёт возможность продемонстрировать возможности педагогического мастерства, поделиться своим уникальным опытом, методиками, разработками. Да, каждый ученик, который обучается на дому, он уникален, да. Совершенно. И поэтому, да, они очень нуждаются в индивидуальном подходе и мотивируют учителей на творческую работу, получать удовлетворение от того, что мы делаем, и даёт возможность посмотреть на себя со стороны и пообщаться со своими коллегами вживую. Да. Кстати, скажите, вот, Туэр Сминовна, вы давно учителем, да, работаете, вот, коррекционно-общеобразовательной школе номер 4? Ну, да, я сравнительно недавно начала свою деятельность в этой школе. Дело в том, что я являюсь матерью, ребёнкой с инвалидностью, и в связи с этим я получила второе образование, прошла переквалификацию, обучилась на олигофренопедагога, до этого моя основная специальность учитель математики, и в связи с этим я уже как бы поменяла свою профессию. И сейчас вот занимаюсь с учениками, которые находятся на домашнем обучении. Конечно, вот, я считаю, что это, ну, профессия, вот, индивидуальный, да, педагог, вот, значит, с детьми с инвалидностью, занимающиеся, наверное, не так просто. Ну, да, как я уже говорила. Есть свои особенности, наверное, да. Да, надо каждому ребёнку найти свой подход, найти, вот, что его увлекает, чем его заинтересовать, какие методики к нему можно использовать, какие вообще категорически нельзя. Для каждого ребёнка надо изучать, найти свои подходы, методики и литературу, проходить различные курсы, обучаться и так далее. Вот, наверное, всё-таки, вот, сегодня, если общее так сказать, да, вот, о детях, вот, значит, с инвалидностью, вот, всё-таки они, нынешние дети, они, наверное, тоже отличаются, скажем, от тех десятилетней, двадцатилетней давности. Вот вы, педагоги, тоже не первый год работаете. Каковы сейчас дети? Ну, дети сейчас более продвинутые. Более продвинутые, наверное, в техниках, так считаем. Но, тем не менее, учитель домашнего обучения – это человек, который придёт к ребёнку, к которому никто из других учителей, школьных учителей обычно не приходит. Не приходит, да. То есть он приходит, налаживает контакт с ребёнком, с его семьёй. Это как член семьи становится уже, на самом деле. И это действительно конкурс «Учитель особой заботы», потому что действительно особой заботой вот эти учителя, наши коллеги… Ну, он представляет собой, да, вот, мир, да, то, что находится социум, представляет собой учитель домашнего обучения. Потому что в большинстве случаев дети, которые находятся в обучении на дому, они практически не выходят из дома. Да, вот, общение, социализация. Ага, Туэра Николаевна, всё-таки вот, ну, желающие, наверное, тоже есть подать заявки. Куда обратиться можно? Да, можно обратиться. Контакты ваши назовите, если адрес. Конечно, с радостью. Ещё раз напомните. Мы находимся по адресу город Якутск, проспект Ленина, 29. Это наш институт новых технологий Республики Саха-Якутия. И можно заявки отправить на нашу электронную почту, умоинтсаха.ру. И могу назвать свой телефон. Пожалуйста, если можно. 8-914-286-68-51. Мы являемся одними из координаторов, поэтому можете спокойно звонить. И, пожалуйста, подписывайтесь на наши госпаблики в сети ВК. Вы можете просто набрать Институт новых технологий Республики Саха-Якутия. И очень легко найдёте всю информацию. Там будут информации о конкурсах, о наших направлениях работы, все наши новости. Пожалуйста, подписывайтесь. Кроме того, есть сайт. Просто можете тоже набрать Институт новых технологий Республики Саха-Якутия. У вас выйдет insaha.ru. Там тоже все наши новости. Ну что ж, ну, наверное, вкратце пожелания какие-то. Несколько слов, буквально около минуты. Ну, мы ждём участников на второй республиканский конкурс. Желаем их, конечно же, успехов и творческих побед. Так, пожалуйста. Желаем всем родителям, детям, педагогам крепкого здоровья, успехов во всём. Достижения новых вершин. Так, пожалуйста. Я пользуюсь случаем. Хочу передать привет всем прошедшим участникам прошлого конкурса. Поблагодарить родной коллектив за поддержку и понимание. И всем участникам предстоящего конкурса желаю не стесняться, не волноваться и показать себя, свою работу во всей красе. Спасибо большое. Ну что ж, я говорю спасибо всем участникам нашей сегодняшней телерадиопередачи. На этом наш первый блог подошёл к концу, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сейчас рекламная пауза на несколько минут, и мы вновь потом вернёмся в нашу... И что ж, мы начинаем нашу передачу. Якутск сегодня в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Мы продолжаем. Сегодня будем во втором блоке нашей телерадиопередачи поговорим о центре «Долго жить». Вот это узнаем, где он находится, каковы его цели и задачи этого центра. Вот о бесплатной помощи на дому, помощи родным, больного, ухаживающим. Вот, ну, а раскрыть тему попросим сегодня наших уже следующих собеседников. Представлю, это клинический и палеотивный психолог центра «Долго жить» Наталья Ивановна Иванова. Здравствуйте. Врач-терапевт палеотивной помощи отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3 Елена Валерьевна Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну что ж, сразу, как говорится, мы будем говорить уже о центре «Долго жить». Вот, я лично вот считаю, что, ну, центр существует тоже ведь не так давно, да? Да. Ну, пожалуйста, вот, я думаю, вам слово, наверное, скорее всего, Наталья Ивановна. Хорошо. А вот у нас «Долго жить» — это автономная некоммерческая организация, работает по фонду президентских грантов. Работает вот это три года. Она помогает людям с тяжелой болезнью, пожилым людям и людям, у которых есть инвалидность. У нас в центре есть шесть основных направлений помощи. Во-первых, это консультационная помощь, то есть люди записываются по номеру телефона, им назначается время, день и время. Они подходят в это время к нам. Мы находимся по адресу Горькова, 94, кабинет 29. Консультацию ведет наш руководитель, Коротави Наталья Алексеевна. И вот они подходят, разговаривают, и при этом составляется карта помощи, так называемая. И вот по этой карте помощи представляется помощь. Также второй вид помощи — это у нас прокат. То есть есть много вещей, нужных для тяжелобольного человека. Это специальные, например, инвалидные коляски, тросточки, ходунки, кислородные маски, респираторы и так далее. То есть все эти вещи можно получить бесплатно на долгий срок, как арендовать. Дальше у нас есть служба, школа пациента называется. Она проводится каждую неделю, жизнедельно. Туда подходят ухаживающие за тяжелобольным людям. И прямо у нас есть основной социальный партнер — это республиканская клиническая больница. Она предоставила кабинет полностью оборудованный и прямо там же показывает, обучает специалисты, обучает, как ухаживать за тяжелобольным, как менять подгузник, как мыть или так далее, как пользоваться теми или иными вещами. Вот оно проходит у нас еженедельно. Также у нас есть служба сиделок. То есть наш «Долгожить» обучает сиделок, потом они проходят практику, и они уже узнают, как ухаживать за тяжелобольным человеком, и потом предоставляются по мере нужды, так скажем. Ну и основная еще у нас помощь появилась с лета 2023. Это психологическая помощь. Я представляю эту службу психологическую, я являюсь руководителем. В нашей службе есть три психолога. Ну и вот как показывает практика, мы очень нужны, оказывается, людям, у которых есть тяжелая болезнь, неизлечимая болезнь. И первый план выходит, вот эта душевная боль, скажем, душевные желания поговорить. Ну очень много изменений происходит с болезнью. Все мы это знаем. Когда человек заболел, то до болезни у человека есть работа, например, коллеги, друзья и так далее. Когда болезнь тяжелая, то человек зачастую остается один или только с близкими. И вот эта потеря статусов, она очень сильно переживается. Но и основные, как запросы мы говорим, психологические, это принятие этой болезни. Тема смерти. В общем, если больной сам не может подойти, эти же тяжелобольные люди бывают маломобильные, мы тогда к ним выезжаем на дом или приглашаем из себя в кабинет. Вот основные, а также у нас еще и нутритивная поддержка. То есть долго жить, закупает специализированную еду, да, тоже для тяжелобольных и раздает бесплатно. Также и вот памперсы и так далее, средства ухода. Так что я сейчас, как озвучу номер телефона, прошу, чтобы записали 8-900-14-277-74-29. Еще раз, да, 8-900-14-277-74-29. Вот на этот номер нужно лучше написать, потому что мы бываем очень заняты, иногда не поднимаем трубки, а если есть сообщения, то мы обязательно отвечаем. На WhatsApp написать, да? Да, лучше на WhatsApp. И хочу еще вот так сказать, что сейчас руководитель у нас находится в Северном Улусе, и там связь может быть не очень хорошая, и поэтому просьба тем, кто написал, повторить после 6-го марта еще раз, если вам не ответили. Хорошо, и чтобы, ну, наверняка, да, чтобы вам оказали помощь. Ну, к вам обращайтесь. Так, у нас телефонный звонок, давайте послушайте наушники, будьте добры. Добрый день. Наушники, оденьки. Добрый день. Ага, Хангалацкий Улус, Валерий Иванович, Артюшкин. Я вот какой вопрос хочу Наталье Ивановне задать. Центр очень хороший, очень нужный, очень актуальный сейчас, как раз ко времени. Наталья Ивановна, вот я хотел бы спросить, что Улусами как работаете? Допустим, у вас ближалежащим к Хангалацким Улусам. Мы можем получить дипломированного вот такого человека, обученного за уходом, допустим, за степлым человеком или как-то. Вот как у вас обстоят вот это на дистанции работать или получить вот рекомендации, кого нам нанять бы. Вот такое можно? Скажите, пожалуйста. Хорошо, я вас поняла. Сейчас отвечу, да? Вот спрашивает насчет вот Улусникам. Какую помощь можно оказать? Мы оказываем и Улусникам. Если у них имеется возможность приехать, то могут тоже по записи к нам подойти и получить все виды помощи, которые мы оказываем. Но если нет возможности приехать, мы еще и оказываем консультативную помощь по телефону. То есть, если они нуждаются в психологической консультации, то мы по телефону онлайн тоже можем провести. Ну и желательно, вот если они хотят прокат, например, да, и так далее, можно вот по записи, нужно в определенное время, которое вам указали, нужно подойти, и все это можно получить. Ну, в общем, Сулусов тоже могут. Тоже могут. Заявки вообще поступают вам, да? Заявки поступают, конечно, очень много желающих, поэтому если вам не сразу ответили, да, будьте более терпеливы и еще раз напишите, пожалуйста. Вот служба сиделок, конечно, многие, конечно, сейчас вот, наверное, работающие люди, кто работает, да, и ухаживает за тяжелобольным человеком, да. Вот сколько у вас сиделок вообще и на какой срок вы уделяете вообще? Ну, обучение прошло более 20 сиделок, но вот на данный момент, конечно, этот вопрос тоже очень сложный. Сложный, да? Да, но меняется количество, да, и поэтому вот на данный момент сколько я не могу сказать, да, все зависит от финансирования и так далее. Очередность у вас есть какая-то? Очередь там, например? Да, по этим вопросам руководитель имеет очередность, да, кому вот, например, по прокату, да, кому-то вот нужна вот эта вещь, да, если уже наличия нету, то, конечно, пишется уже очередь записывает, и как только подходит очередь, то им звонит и тоже назначает время. Так, телефон слушаем. Алло. А, мне кемьяна-тай Иванова вопрос дедали. Малышто. Так, э, кэбэй, улу, а че япту? Кэбэй, э, улу, гару, табэйбет конкретно дейбеппицы, бэйгат кэлер кақтақпалықына эхкалеккатын сөп. Эбетерем, эйдеппидем күрдук, күлабыр телефонуна консультациялықпатын сөп. А, сөп, 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 ага, так, 32-00-66, 32-11-66, ну, у вас, видимо, есть трудности с транспортом, наверное, с доставкой, да? Да, конечно. Обычные близлежащие улусы к нам обращаются, но если вот издали улусов, то они сами стараются вот приехать. Ну что ж, ну, вы сказали, что взаимодействуете вот с республиканцей клинической больницей, да, номер 3. Вот, сестеринским отделением, да? Отделение сестеринского ухода. А, да, пожалуйста, вам слово. Наше отделение было открыто в 2021 году на базе клинической больницы номер 3. И в цели оказания специализированной стационарной помощи пациентам, которые нуждаются в круглосуточном сестеринском уходе. При отсутствии показаний для постоянного наблюдения врача. В отделении проводится динамическое наблюдение за такими пациентами, круглосуточный сестеринский уход, получают поддерживающее лечение. Там составляется индивидуальный план по уходу, также обучают родственникам мероприятиям по уходу за такими пациентами. Какие вот проводят? Так, у нас телефонный звонок. Алло. Алло. Да, да. Дарвала. Дарвала, ищет табит? Дарвала, ищет табит? Да, вы быпоминал вопрос. Мы в тем, хадага, мистер-карага, уходи в маниппыль. Угу. Дарвала, ищет табит? Дарвала, ищет табит? Мы продолжаем нашу передачу. Поступает в отделение пациента с неизлечимыми хроническими заболеваниями, с последствиями инсультов, травм, которые нуждаются в постоянном уходе посторонним. Вам поступают с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями? Да, с редкими заболеваниями, с дегенеративными заболеваниями, нервной системой. Различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера. Кстати говоря, насчет деменции, много у Вас поступает таких? Да, таких пациентов много. Какие с такими больными Ваши сестры профессионально подходят к этой работе? Конечно, от медицинского работника требует каких-то особых человеческих качеств. Самый главный номер, да? Чтобы работать с такими пациентами. Это круглосуточно наблюдают, это постоянное ориентирование их, пространство, времени даже. К нам приходят психологи, с ними работают нейропсихологи, сиделки работают. Проводятся мероприятия различные, по мелкой моторике они занимаются. Какие-то вы проводите такие уже оздоровительные мероприятия? Да, также в отделении они социализируются. Если дома они сидят одни, никуда не уходят. А здесь есть возможность общаться. Что тоже положительно влияет на их психонациональное состояние. Ну, это, в общем-то, конечно, скажем так, не надо какой-то длительный срок, да? Ну, это надо определенный срок, наверное, все-таки в том же Вашем сестрическом отделении. На какой срок? Ну, это 14-21 день. 14-21 день, да. За это время родственники, они получают социальную передышку. Ну, вот так называемое. То есть, передав свои функции. Кстати, как называется-то это научное название передышка? Респисная помощь. Респисная помощь, да? Респис, передышка. Респис, да, передышка. Для ухаживающих. Да, для ухаживающих. Это очень нужная вещь. И во время вот этого сами же родственники, они могут получить психологическую помощь. И помощь, консультацию по уходу за этими пациентами. Да, но все-таки вот, мне кажется, Наталья Ивановна, психологическая помощь все-таки сегодня, по-моему, она необходима в нашей такой сложной жизни. Очень необходима, тем более, когда вот тяжелая болезнь, она вот в первый план выходит психологическая поддержка, как показала практика, да? Поэтому и не только самим пациентам, но и ухаживающим, даже в первую очередь. Даже ухаживающим. Да, мы очень пристальное внимание ухаживающим даем, потому что это тяжелое время, когда изо дня в день, да, из года в год ухаживать за тяжелобольным человеком, это нужно иметь очень сильный психологическую... Настрой какой-то, да, надо иметь, в общем-то, выдержку. Опять же, настойчивость человеческую такую. Поэтому, да, мы даже в первую очередь обращаем к ним внимание, за ухаживающим. Ну и по демензиям, можно я немножко дополню? Да, да, пожалуйста, конечно. При Республиканской клинической больнице номер 3 есть кабинет памяти, и при этом кабинете памяти мы начали работу по профилактике деменции. То есть еженедельно тоже проводим нейрокогнитивные занятия. К нам тоже записывается, проходит сперва тестирование, и выявляется, ну, когнитивный статус человека, да, и потом распределяется по группам. И у нас есть много разных групп, ну, как бы есть даже молодые, скажем, да, за 50, есть за 80, да. И вот по малым группам занимаются вот в течение часа по когнитивной поддержке. И я бы хотела еще тут озвучить тоже номер телефона, по которому могут записаться на такие занятия. Так, запишите, пожалуйста, 8-914-247-44-01. Повторю, 8-914-247-44-01. Тут поэтому номер записывается на когнитивные занятия. Вот попасть, например, в сестренческое отделение, да, Республиканская клиническая больница номер 3, и это нужно обязательно пройти через центр, долго жить, или все-таки как к вам попасть все-таки? Нужно обратиться к своему участковому терапевту в поликлинику по прикреплению. Направление какое-то надо быть. Да, и получить направление от участкового терапевта с поликлиники в наше отделение. Но проводим все равно отбор, потому что имеются противопоказания, да, тоже для госпитализации нашего отделения. С нами уже связываются с поликлиники, с поликлиники уже они с нами связываются, мы записываем. То, что вот отбор проводите, это тоже, а в чем заключается? Ну, имеются противопоказания. Что имеется в виду? Противопоказания, например, обострение хронических каких-то заболеваний, острые заболевания, да. Основное вот это противопоказание. А без отбора там вот таких, например, срочных, каких-то тяжелых совсем берете сразу, да? Ну, терминальные состояния, тяжелые. Есть исключения какие-то? Терминальных состояний нет. Это противопоказанием является, да. Ну да, понятно. Вот, поэтому-то у вас, ну и сестринское отделение, вы сказали, сколько у вас сестер-то работает? Ну, у нас два поста, то есть на посту у нас две медсестры, помощники медсестры, санитарки. И вот психологи у нас работают, нейропсихолог работают каждый день. Так, ага. Ну что ж, что бы вы пожелали вот нашим телезрителям, радиослушателям, да, тем, кто, конечно, ухаживает за тяжело больными родственниками, там, да, с любимыми женами, там, мужьями и так далее. Вот, пожалуйста, Наталья Ивановна, что бы вы сказали им сейчас вот буквально, около минуты? Ну, да, конечно, это, мы хотели бы сказать, что они не одни, да, есть вот такие вот специализированные помощи, да, если они сами не могут, ну, справиться, да, пусть без, как скажем, да, без стыда также, пусть обращаются к нам, и мы поможем. Хорошо, Елена Валерьевна, буквально несколько слов, секунды, несколько. Ну, пожелаю терпения, наверное. Да, самое главное. Ну что ж. И любви. Да, и любви. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наша передача «Якут» сегодня подошла к концу. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире.